Сильные женщины тоже плачут, а если слез не видно, это ничего не значит. Именно так поет Валерия. Ну ведь действительно, сейчас в мире невероятная сила и стойкость, казалось бы, всего лишь на первый взгляд слабого пола стала в тренде. Но так ли это хорошо? Именно об этом мы сегодня и поговорим с нашим экспертом, психологом Юлией Коляга. Юля, доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, почему появилась такая тенденция женщины к тому, чтобы быть сильной и независимой? Да, действительно, сейчас это очень сильная тенденция, она продолжается уже не первое десятилетие, потому что мы живем на той территории, где достаточно много в свое время было войн. И женщинам приходилось при потере мужчин, при том, что мужчины уходили на войну, стараться быть сильными. Нужно было вести все хозяйство, нужно было растить детей. И, к сожалению, вот это наследство, оно передается сейчас из поколения в поколение в виде просто послания. Такого от бабушек, от мам, от всех знакомых женщин. И звучит оно так. Надо быть сильной. А давайте мы с вами сейчас попробуем даже порассуждать. В наше время сильные женщины, они какие? Вот, Стефания, вы себя считаете сильной женщиной? Местами приходится себя считать сильной, особенно, когда накупил чего-то очень красивого в магазине, либо чего-то очень вкусного. А рядом под рукой, как бы, не оказалось надежного крепкого плеча, приходится все это на себе тащить, но получать удовольствие от того, что накупил же все-таки. Мне кажется, для тебя сила, это купить все, что хочешь в магазине, да? Это сила воли, так сказать, нереализованная. Но, тем не менее, да, в каких-то моментах приходится быть сильной, в моментах даже принятия решения. Это самое сложное для меня лично. Да, и сейчас мы живем в том мире, где женщины стараются соответствовать вот этому высокому званию быть сильной. Вы посмотрите, как много женщины сейчас учатся. Ведь они бесконечно ходят и получают образование. Ведь женщины стараются наравне с мужчинами многое уметь делать. Вы посмотрите, как у нас стерлось по профессиям практически, да? Чем занимаются мужчины и чем занимаются женщины. Все могут получать, опять-таки, равное образование, приобретать равный статус. Женщины начальники, это вообще везде и всюду, и приветствуются тоже, да? То есть много наравне. Но давайте мы с вами попробуем теперь посмотреть, вот эта тенденция, в которой мы живем, или наша реальность, как она начинает сказываться на жизни не только женщин, но и мужчин. И здесь, наверное, Даниил, я вас бы спросила. Давайте. А когда рядом с вами оказывается сильная женщина, или была бы все время сильная женщина, как вы к этому относитесь? Вы подводите к очень правильным мыслям сейчас, потому что вот лично для меня сильная женщина – это та женщина, ну, девушка, которая не боится быть слабой вовремя. Потому что когда женщина становится на место мужчины, или она выполняет роль мужчины, она сильная, она не позволяет быть себе женственной, не позволяет за собой ухаживать, так а зачем тогда ей рядом мужчина нужен? Незачем ей тогда. Вот и все. Вот мы и сталкиваемся с тем, что сейчас все меньше и меньше браков, все меньше и меньше сейчас люди хотят заводить семьи, и вот, пожалуйста. Действительно. Ведь когда женщина старается быть очень и очень сильной, зачем ей рядом тогда сильный мужчина? Ну, на фоне кого она будет выглядеть сильной? И теперь обратите внимание, что происходит. Ведь самая большая беда в том, что у женщины-то сила приобреталась для чего? По наследству. Для того, что когда рядом не станет мужчина, с ним, по сути, должно что-то произойти, только тогда она станет сильной. И сейчас, как сказал Даниил, ну, если рядом сильная женщина, ну, а зачем я ей действительно нужен? И ведь даже если женщина смогла с такими установками создать семью, очень часто приобретая все больше и больше своей силы в этой семье, она ведь партнеру таким образом негласно дает понять, что ты знаешь, я вообще-то без тебя справлюсь. Не очень-то ты здесь и нужен. И как будто бы тем самым ждет, что что-то должно обязательно случиться. Ведь надо оправдать, для чего она приобретала всю эту силу. И потому очень многие мужчины начинают себя чувствовать абсолютно дискомфортно в таких отношениях. Они действительно там не нужны. Ну, раз ты сильная, раз у тебя все получается, ты мне без конца можешь указывать на дверь и говорить, если что-то не нравится, я без тебя справлюсь. И тогда, правда, проще ведь уйти из этого. Мне кажется, через где-то 150 лет в этой студии будут обсуждать, почему мужчины в наше время хотят стать сильными и независимыми. Все будет наоборот. Ну, вы правы, так вот у нас и складывается. А как этого избежать? Как девушке, ну, вот, разрешить себе внутренне быть где-то чувственной? Женственной может быть чуть слабее, чем на самом деле. Ну, ведь для мужчины-то это приятно, когда он чувствует свою значимость, да, когда он ухаживает, и действительно эти ухаживания имеют положительный эффект. Для мужчины, конечно, это очень важно. Вот это мужское эго, известное о том, что важно быть защитником, завоевать, потому что это историческая, психологическая роль мужчины. А когда, ну, получается, что скала непокорима, непоколемима, то, соответственно, покорять-то уже неинтересно. Так все-таки как найти эту золотую середину? Вот вы абсолютно правильно сейчас сказали, найти золотую середину. Потому что у нас очень часто любят бросаться в крайности. Я буду сильной, но при этом буду много плакать, как я хотела бы быть слабой, как я хотела бы, чтобы меня пожалели, как хотела бы, чтобы обо мне позаботились. Но на самом деле, ведь давайте скажем честно, женщина, которая научилась быть сильной, ну, вряд ли для нее будет приемлемо стать слабой. Она может на какой-то момент захотеть побыть слабой, но дальше, как говорится, это не выключишь, да? У нее есть такая уже особенность поведения, особенность коммуникации с другими людьми. Поэтому вот здесь мне всегда хочется женщинам говорить о том, что обратите внимание на то, что ведь силу можно использовать по-разному. В наше время можно на нее посмотреть именно как на силу для партнерских отношений. Ведь почему мужчина один должен брать на себя вот всю такую ответственность, и рядом с ним перестает быть женщина-партнерша? Рядом с ним либо сильная такая мама, которая его возьмет за руку, приведет туда, куда надо, отруководит как надо, все ему правильно расскажет. Это как стоматологу за руку приведет. Да-да-да. Либо рядом с ним такая будет инфантильная девочка, за которую ему бесконечно надо отвечать, утешать ее, жалеть. Но ведь наверняка мужчина тоже рядом хочет видеть именно партнершу, потому что с партнершей комфортнее. И сила, вот та, которая есть у женщины, она как раз-таки может быть направлена не на то, чтобы когда ты вдруг решишь уйти от меня, бросить меня или исчезнуть, я буду сильной. Я сильная для того, чтобы нам с тобой вдвоем было хорошо. Вы знаете, мне очень когда-то понравилось в общении со своим мужем, когда мы смогли друг другу сказать, я, конечно, могу без тебя, и я знаю, что ты тоже сможешь без меня, но не хотелось бы, потому что нам вдвоем лучше. Потому что когда у двоих людей появляется ради чего мы вдвоем и как мы живем вдвоем, тогда сила каждого человека, она дополняет друг друга. Она дает силу семье, дает силу детям и дает возможность этой силе развиваться, не разрушая другого партнера. Правильно. И я уверен, что сейчас не каждая пара сможет ответить, зачем вы вместе. Как правило, на этот вопрос отвечают, ну, весело, хорошо, ну и так далее. А конкретики, цели нет. А вот когда цель появится, тогда все будет хорошо у всех. Разреши, дополню. Потому что всегда, несколько раз слышала о том, что здоровые отношения, партнерские отношения, это то, где всегда хорошо. Иногда может быть, ну вот, немножко плохо, но мы с этим справляемся и идем дальше. Для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы развиваться, потому что конфликт это же место роста. А плохие отношения, это где постоянные конфликты, эти эмоциональные качели, но иногда бывает чуть-чуть хорошо. Долой эмоциональные качели. Да, долой эмоциональные качели. Еще чуть-чуть, и мы станем психологами с тобой. Да, пора остановиться. У нас уже столько рубрик с Юлией, поэтому, мне кажется, мы потихоньку прокачиваемся. Идем просто по ступеньке, по партнерским внутренним хорошим отношениям друг с другом. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Напомню, что у нас сегодня в студии была эксперт-психолог Юлия Коляга. Юлия, хорошего дня. Приходите почаще к нам. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok